А это ночь, а эти ночи, пускай меня погубят и спасут. Одинокий, одинокий, ты вчитайся в эти строки. Песни на его стихи и сегодня звучат на российской и белорусской эстраде. Но сам Олег Жуков часто остаётся за кулисами славы. Имя поэта-песенника хорошо известно кругу профессионалов, но не широкой публике. Хотя в начале 70-х не было человека в необъятном Советском Союзе, который бы вслед за Виа весёлые ребята не напевал. Он может нащупать не какую-то фразу, а для песни это порой достаточно. Ну, как это? Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Ну, что тут такого? Вот это впечатление? Встречаются, влюбляются, женятся. Есть логичность, есть какая-то сразу история вся. И вот есть ноу-хау. Никто для этого такого сочетания не придумал. Может быть, оно не самое оригинальное в поэзии, но какая-то энергия в нём есть. И, скажем так, это словосочетание живёт десятилетий. Это была его первая серьёзная попытка сочинить стихи на музыку. И сразу фурор. Словно судьба подсказывала – вот твоё истинное призвание. Сам Олег Жуков и не догадывался о своих способностях. Хотя с песнями имел дело с детства, которое прошло в украинской глубинке. Когда, скажем, происходили какие-то семейные праздники, застолья, то обязательно тогда не было, чтобы посмотреть в телевизор. А просто начинали люди петь. И пели они так красиво. Вот то, что они в капелле пели, они пели это за столом. Причём это было многоголосое пение. Будущий поэт-песенник самостоятельно освоил бак-гитару и развлекал народ на деревенских праздниках. Но когда пришло время отправиться в Донецк на учёбу, выбрал серьёзную профессию архитектора. Музыке отводилась почётная в то время роль самодеятельности. Больше опасений было по поводу моей судьбы вообще в таком городе областном. Потому что там человек погибает. Человек потихонечку или спивается, или умирает от внешних воздействий. Смотрите, пьянство, я не знаю, там неумеренная жизнь, женщины. Там вот это всё мне грозило. Казалось, в его жизни всё было решено наперёд. Но вот на гастроли в Украину приехал коллектив Минской филармонии без гитариста. Парни призвали в советскую армию. Олег Жуков, недолго думая, оставил провинциальное прошлое и уехал. Сначала в творческую командировку, а затем и в Минск. Здесь он обретает друзей, коллег и семью. В доме хозяин Олег. Он приносит продукты. И это было всегда с первого дня нашей совместной жизни. А что это такое для женщины? Я знаю, что очень многие на работе меня просто не любили. Потому что вооружённые двумя сетками после работы. И ещё потом прийти и всё остальное делать. Им казалось, что тут мёдом пахнет. Вокально-инструментальный ансамбль «Тоника» был знатным коллективом. Эти ребята ещё до песниров придумали делать современные аранжировки народным песням. На клавишах играл ещё никому неизвестный Юрий Антонов. Именно он подвиг Жукова написать первый хит. Был выходной день, и мы пошли на концерт венгерских артистов. Явно же, Кош, певец был. О-о-о, чёрный поезд, мою милую украл. Юра Антоновна говорит, слушай, это ж такой хитяра, давай мы подойдём. Пошли мы за сцену после концерта. К Антонам написали гармонию, написали всё и всё. Я постарался там, ну, помучился пару ночей. Но вот это, нашёл же эти слова. Его отличало, во-первых, умение быть интересным и собирать интересных людей. Ну, наверное, с этим связана его творческая деятельность. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Сначала пел Юрий Антонов, и только потом передал хит весёлым ребятам. В московском ансамбле и музыку, и слова приписали своему художественному руководителю. Так что, несмотря на то, что шлягер звучал буквально из каждого окна, авторские гонорары Олег Жуков не получал. Обман раскрылся через много лет. Это всё равно меня не огорчает, потому что я знаю, что то, что я умею, это моё. И я сильный человек. Я могу побеждать. И если не эту, так ещё будет песня моя выстреливать. Я просто умею писать хиты. Вот тебе, посмотри мои, как он называет, нетленки. А вот, несколько нетленок. Ну, конечно, с долей самоиронии, но и с определённой всё-таки амбициозностью, могу сказать. Вот не только самоирония. А в 90-е песенное творчество и вовсе перестало пополнять семейный бюджет. Олегу Владимировичу пришлось вспомнить о первом дипломе. Я глубоко его уважаю за то, что он не оставлял там нас и себя в убеждении, что я этого делать не должен, потому что я великий. Вот он, конечно, великий. Но он никогда не сдавался и продолжал рифмовать во все времена. Причём к процессу написания музыкальных текстов у Олега Жукова свой научный подход. Недаром же он когда-то получил техническое образование. Для того, чтобы что-то создать или принять решение, надо изучить, подготовить базу. Подготовить материал, из которого будет складываться следующий проект. Это там экономическое обоснование, это стратегическое, я не знаю, использование каких-то материалов. В стихах то же самое, в песнях то же самое. Тоже надо много слов набрать. Буквально каких-то таких крылатых выражений, которые появятся и которые цеплять будут сердечко человеческое, что это вот так именно, вот это, и точно в десяточку попадали. Стихи он пишет по ночам, когда никто не мешает, ничто не отвлекает, нет бытовых ежедневных дел, когда он может полностью сосредоточиться на том, что он делает. 1 января 2012 года Олег Жуков празднует юбилей 75 лет. И для него солидная дата не повод почивать на лаврах. Поэт-песенник полон энтузиазма и энергии. Это залетает такой энерджайзер, такой комок энергии вот сюда, в эту аудиторию, открывается дверь. И молодые студенты сразу так, их эта энергия вдавливает в стулья. То есть, как будто 20 лет. И это огромная вещь. Почему? Потому что творчество – это тоже выброс энергии. И если ее нет в физическом смысле этого слова, то ее трудно ею напитать слово, звук. Не так давно начал выступать на сцене как исполнитель собственных композиций. У Олега Владимировича оказался неплохой голос, и друзья, наконец, уговорили его спеть. Люди, вот надо сказать, воспринимают поющего композитора и поющего поэта по-другому, не как артиста. Они больше воспринимают, вот узнаю песню какую-то, и вот он создатель. Вот уважение к создателям в нашем народе еще есть. Возможно, положительные эмоции, которые дарит ему зрительный зал, и есть эликсир молодости Олега Жукова. Публика аплодирует и надеется, что из-под его пера выйдет еще не одна хитовая строка.